Значит, вернёмся к Новому году. Итак, год красного лёгненного петуха. Красный цвет — это красивый, красная девица, красный угол, да? Это влюблённость, пылкость, это страсть. Вообще, петух, он непредсказуем, он у него очень непростой характер, ярко оперений, звонкий голос, говорят о постоянно жизнерадостном настроении. Вот с этим петухом мы ещё позже познакомимся. Ну, а у нас в гостях человек, который не в красном, но в бордовом одеянии, которые в середине говорят, что кто-то ему не верит. Кто-то не верит, но это по Станиславскому, ну, наверное, педагог ему не верит. Пожалуйста, раз в Новый год, и у нас, пожалуйста, гости. Здравствуй, мальчик. Ты плохо себя вёл, подарков не дождёшься. Так извините. Передо мной открыты двери в ночь новогоднюю и дали. Но если, скажет он, не верит, я выйду к вам уже едва. Хоть есть приобретённый опыт, и статус здешний был велик, мне здесь не уставали хлопцы, но он доверить не привык. Со мной традиции приходят и праздничное торжество, а с ним по-разному проходит назначенное мастерство. Я здесь познал любовь, доверие, и звёздности слегка вкусил. А он то верит, то не верит. И доказать ему нет сил. Елшанке мог я предъявить счёт за профессию свою, но так сложилась моя жизнь. Искусство я в себе люблю. Здесь оказали мне доверие. И на подмостке навострили. У Шаридаков пусть поверит. Меня тут на руках носили. Сегодня тоже всё всерьёз. Я вжился в образ, что мне дали. Я сегодня Дед Мороз. И Аредакова нет в зале. Я поздравляю вас, друзья. От всей души с пришедшим годом. И счастлив, что обласкан я здесь верящим в меня народом. Я с удовольствием вошёл в знакомые до боли двери. Всегда тепло здесь, хорошо. Наталья Викторовна верит. Январь придёт на связь времён, что в нём живёт, пусть не прервётся. И хоть весь мир будет изменён, пусть школа прежде остаётся. Своей немыслимой погодой... Спасибо. Своей немыслимой погодой, тепла, добра и созидания, всё будет классно. С Новым Годом! Уж вы поверьте мне, Елшанья! Извините, подарков я не припасы. Самый лучший подарок, конечно, я. Поздание мечты. Ну, да, да. Правда. Ну, что на Тальвике? Ещё что? Ещё просите. Ещё просите подарок. Хорошо. Будет он подарочек. Помимо меня. Хотите услышать про льва, который овец не любил? Такая небольшая притча. Многим полезно будет. Лев пёстрых не взлюбил овец. Их просто бы ему перевести нетрудно. Но это было бы неправосудно. Он не на том лесах носил венец, чтоб подданных душить, но им давать расправу. А видеть пёструю овцу терпения нет. Как сбыть их? И сберечь свою на свете слабую. И вот к себе зовёт медведя, он с лесой у нас обед. И им за тайну открывает, что, видя пёструю овцу, он всякий раз глазами целый день страдает. И что при этом ему совсем лишится глаз. И как такой вете помочь совсем не знает. Всесильный лев, сказал на супе семейдведь, на что тут много разговоров? Вели без дальних сборов, овец передушить. Кому о них жалеть? Леса, увидевши, что лев нахлорил кровь, смиренно говорит. О, царь, наш добрый царь, ты верно запретишь гнать эту бедную тварь и не прольёшь невинной крови. Осмелюсь я совет иной произнести. Дай повеление ты лугаем отнести, где был обильный короб для маток, где бы поскакать, побегать для ягняток. А так как в пастухах у нас есть недостаток, то прикажи, овец волкам пастил. Не знаю, как-то мне сдаётся, что родок сам собой переведётся, а между тем пускай в блаженство будет они. И чтоб не сделалось, ты будешь в стороне. Лисица воняне в совете силу взяла. И так удачно ход пошло, что, наконец, не только пёстрах там овец, и гладких стало мало. Какие ж у зверей пошли на этот долг, что лев бы и хорош, да всё злодеи-волки. В общем, у нас довольно много. У нас такая школа, мы, так сказать, поддерживаем своих выпускников и являемся, если концерт Лены Миндлиной, то более 15 человек на этом концерте. Мы были на спектакле, в котором принимает уже участие Дениэль Деморововский. Кто? Мы были на спектакле, где ты принимал участие. Да, брат. Дед Мороз. Да, и очень получили большое удовольствие на малой сцене. Этот спектакль идёт. Он студент третьего курса. И правильно, сказал Дед Мороз. Он правильно сказал, что, так сказать, действительно путёвку в жизнь дали здесь. Ну, может быть, он, так сказать, мечта была одетена, а потом реализовалась. Большое спасибо вам, Дед Мороз. Да, вместе. Вот мы говорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова